Новости 24 продолжают эфир телеканала ННТ в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте и коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Следы терроризма в лесном массиве в Табасаранском районе найден тайник уничтоженных боевиков. Безналичная оплата проезда вызвала положительный отклик у горожан. 18 тысяч махачкалинцев воспользовались новой системой. Они – залог благосостояния будущего поколения в преддверии Всемирного дня учителя. Мы подготовили репортаж о тех, для кого педагог – не профессия, а призвание. Каспийский двухлетний ребенок упал со второго этажа торгового центра. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщают в Следственном комитете республики. Падение произошло через неогороженный проем между этажным перекрытием и окнами фасада магазина. В результате мальчик получил тяжкий вред здоровью. Как стало известно, при вводе в эксплуатацию торгового центра собственник не учел правила безопасности, позволяющие исключить подобные ситуации. В настоящее время устанавливается виновное лицо для привлечения к уголовной ответственности. В Табасаранском районе обнаружен тайник. Сотрудники Росгвардии, УФСБ и МВД по республике Дагестан осматривали местность недалеко от села Джули, где и наткнулись на закопанную 20-литровую пластиковую бочку. В ней находились телефон, элементы электропитания, саморезы, разгрузочный жилет, медикаменты, продукты питания и лента с арабской вязью. По имеющейся информации, найденная принадлежала уничтоженным в июне 2016 года членам бандгруппы Табасаранская. 18 тысяч махачкалинцев воспользовались безналичной системой оплаты проезда. Такие данные за сентябрь текущего года приводят в администрации Махачкалы. Напомним, что новая форма оплаты проезда стала доступной для жителей города впервые. Оплатить проезд теперь можно с помощью банковских и транспортных карт, а также смартфонов и смарт-часов, в которых установлены сервисы для бесконтактных платежей. Кроме удобства, нововведения еще и выгодны для горожан. При оплате проезда в троллейбусах с помощью карты практически любого банка пассажиры получают скидку 3 рубля. В будущем планируется ввести такую систему не только в троллейбусах, но и во всем общественном транспорте столицы. 200 детей медработников смогут получить дополнительное образование бесплатно. Это стало возможно в результате договоренности между профсоюзом работников здравоохранения Дагестана и онлайн-школой Дом знаний. Они заключили соглашение о партнерстве, благодаря которому дети медицинских работников смогут месяц бесплатно обучаться по одному из предметов школьной программы «На выбор». Председатель профсоюза работников здравоохранения Замрут Бучаева и генеральный директор онлайн-школы Халипата Геров обсудили, как проходит занятие в тестовом режиме. В данный момент новой программой обучения уже охвачено 15 детей медработников-членов профсоюза. Родители вместе с детьми могут сами выбрать предмет. Профсоюз работников здравоохранения Республики Дагестан выражает большую благодарность компании Дом знаний за предоставленную возможность пройти дистанционное обучение детям медицинских работников Республики. Это очень важно, когда в период распространения коронавирусной инфекции и необходимости соблюдения социальной дистанции и других мер предосторожности наши дети имеют возможность обучаться дома. И медицинские работники спокойны за своих детей. Наша онлайн-школа занимается обучением детей с 1 по 11 класс, то есть полноценная общепрозывательная школа. И на сегодняшний день мы уже работаем с большим количеством детей. Во время карантина мы открывали также бесплатный доступ и на платформе обучало оставаться 1 тысяча учеников. Не жалея сил, любви и времени, представители одной из самых благородных и нужных профессий отметят завтра свой праздник – День Учителя. Педагоги в современных реалиях работают поистине самоотверженно. Каждый день вкладывая крупицы знаний в каждого ученика, несмотря на невысокую оплату труда. В преддверии праздника наш репортаж о тех, для кого работа в школе – радость, долг и призвание. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Здесь все по классике. Звонок и учитель начинает свой урок. Будни учеников и педагогов Тухчарской СОЖ – это бесконечный круговорот знаний. От старшего к младшему, от опытного к неумелому. И здесь могло бы показаться, что учитель всегда дает, но никогда не получает, лишь истощая свои силы. Но это не Асалимат Курбанова и дети, это ее ежедневная эмоциональная и духовная подпитка. Выходя за территорию школы, встречают меня дети. Они меня обнимают, стараются как-то угодить, несут мою сумочку. Затем на переменах они рисуют открыточки, дарят сердечки. И вот такой момент, я понимаю, как же важна для меня эта моя профессия. Радуют дети и Шамане Матулаевну. Она отдала учительскому делу уже 40 лет. За это время выпустила множество классов. С некоторыми из ребят, которые ей как сыновья и дочери поддерживают связь и ныне. С детьми я отдыхаю, с детьми мне интересно, с детьми работаю, живу, как говорится. Жизнь идет, когда дети со мной, и я с ней. Есть в Тухчарской СОЖ и молодые специалисты. Да вот только их по пальцам можно сосчитать. Одна из них – Джамиля Гасанова. Она работает в школе уже 5 лет. Говорит, что самое сложное в учительском деле – завоевать авторитет учеников. Ведь силу возраста они не всегда воспринимают учителя всерьез. Как получить отдачу от детей, когда ты в их глазах предстоишь неопытным преподавателем. В их глазах ты выглядишь, наверное, не совсем. Может быть, им кажется, что, возможно, ты не очень компетентен. Поэтому, наверное, было сложно завоевать их уважение и доверие. Привить, скажем так, понимание, что молодой тоже может их научить чему-то, так же, как и взрослый. Тот факт, что учитель передает знания ученикам, которые они несут всю свою жизнь, это действительно стоит очень многого. В сельской школе всего 28 учителей. Это дружный и сплоченный коллектив. И если хоть одно звено этой маленькой образовательной цепи выйдет из строя, восстановить ее будет очень сложно. Прежде всего потому, что сегодня квалифицированные учителя на вес золота. В республике, как и в целом по стране, в школах ощущается острая нехватка кадров. Профессия учитель теряет престиж. И с каждым годом это становится все более ощутимо. В последнее время, как бы кто ни говорил, я считаю, что педагогическое образование, оно в престиже упало. То образование, которое давало в советское время, сейчас, к сожалению, после 90-х годов не дают. Практически учителя приходят в школу неподготовленные. Может быть, от того, что наверняка из-за того, что зарплата очень маленькая. Поэтому наверняка, я считаю, в школы идут только самые смелые, которые действительно влюблены в свою профессию. Главная мотивация для учителей, несмотря ни на что, это дети, их благодарность, любовь и переданные знания, которые станут для них путеводными. Педагогическое мастерство принято считать не столько профессией, сколько призванием. И это действительно так. Ведь тех, кто осознанно выбирает преподавательскую деятельность, не страшит ни нервное напряжение, ни низкая оплата труда. Да, педагогика – это искусство отдавать, но приобретают здесь не только ученики, а все общество. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Новолагский район. У сборной Дагестана по вольной борьбе новый тренер. Им стал Гаджи Рашидов, ранее занимавший в команде должность старшего тренера. Будучи спортсменом, 51-летний Гаджи Рашидов поднимался на пьедестал почета чемпионатов мира и Европы, дважды побеждал на чемпионатах Советского Союза. До него дагестанскими вольниками руководил Сажид Сажидов, совмещавший тренерскую работу с нагрузкой руководителя Федерации спортивной борьбы региона. Отметим, что сейчас борцы Дагестана готовятся к Октябрьскому чемпионату России в Московской области. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова